Всем привет, ребят, меня зовут Пиксель, продолжаем мои приключения в деревне жителей номер 13. Конечно же, ребята, рабочий день никто не отменял, я сразу же сюда прибежал, чтобы не тратить ни моё, ни ваше время, ребята, и сразу же принимаюсь за уборку грядок. Ребята, сегодня почему-то все жители всполошились, я там ещё видел, ребята, машины, сейчас вам всё покажу, не понимаю вообще, что происходит. Так, жители отодвинься, все переживают, все боятся, говорят, проверка какая-то приехала, новый мэр, ребята, говорит, что-то чудить начал, жалуются тут на всех подряд, и жители на него жалуются, короче, ребята, видимо, я погорячился, когда сказал, что наш новый мэр, так сказать, ну, нормальный, нормальный какой-то житель, но, ребята, судя по всему, нужно будет сегодня в этом всём разбираться, конечно же, не без моего участия, ребята, какой-то кипиш в деревне жителей. Так, всё, грядки я практически забрал, так-так-так, вот отсюда все плоды забираем, а то, знаете, ещё я сейчас пшеницу одну не донесу, он меня вообще выселит из этой деревни. Так, вон, ребята, вон, вы это уже видите, сейчас я вам всё покажу, конечно же, для начала нужно всё это дело занести, и, главное, не опаздывать, чтобы реально у меня не было проблем с новым мэром, потому что я с ним буквально ещё даже нормально толком познакомиться не успел. Давайте, ребята, пойдём всё-таки посмотрим, что это, как оно, куда оно, так, и давайте осмотрим, офигеть, посмотрите, жители, жители, походу, деньги обронили, эй, ребят, это, это ваше? Нет, нет, не ваше. Ладно, потом мэру отдам, может, это проверки уже какие-то на честность, ребята. Так, подождите-ка, смотрите, что у нас тут происходит. У нас тут стоят две полицейские машины, ребята, одна вот такая грузовая и какие-то странные работники. Давайте я сейчас просто постараюсь пройти, так, тут аккуратненько, вроде на меня никто даже не кричит, не знаю, почему оно всё ограждено. Посмотрите, очень большая такая грузовая машина, посмотрите, такая массивная, офигеть, да тут, ребята, наверное, не знаю, можно 150 жителей на этом просто увезти. Я не знаю, зачем такая большая грузовая машина, ребята, у вас есть какие-то предположения? Пожалуйста, если они есть, опуститесь прямо сейчас в комментариях и напишите об этом. А я пока что, знаете, что сделаю? Просто подойду к полицейскому, у него поинтересуюсь, думаю, он-то мне ответит. Эй, здрасте, товарищ полицейский, я тут живу, вот мой дом. А что это у вас тут за техника подъехала, не расскажете? Отходим, пожалуйста, отходим, я не должен вам ничего рассказывать, отходим, это государственная тайна. Чего? Какая государственная тайна? Вы что, совсем что ли? Отходите, не подходим. Ладно, ладно, господи, грубый какой. Так, ребят, что-то я вообще ничего не могу понять. Говорят, тайна какая-то государственная, но я-то не могу понять. Слушайте, ребят, меня это пугает просто, мало ли это какие-нибудь, я не знаю, бандиты на самом деле, это на самом деле никакая не полиция. Так, слушайте, может быть, есть у меня одна идея, может быть, дать денег, которые я нашёл, ребята? Как бы, если жители сказали, что это не их деньги, я ему дам доллар, и он мне расскажет, ребята, всю правду. Вот такая вот коррупционная связь сейчас полёт. А ну-ка, давайте к этому подойдём. Так, давайте... Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ полицейский. Слушайте, вы тут обронили, вот. А вы, в свою очередь, вот, за то, что я вам помог найти вашу потерю, расскажите, что здесь случилось. О, денюшка, спасибо, спасибо, но, к сожалению, я не могу тебе рассказать, что и как тут случилось. Просто, понимаешь ли, единственное, что я могу тебе поведать, то, что это секретная операция, которую никто не должен знать. Даже ты, да, за денюшку спасибо, пойду кофе куплю. Ладно, ладно, спасибо. Так, ребята, мы и ничего и не узнали. Единственное, что мы поняли, что это какая-то супер-секретная операция, о которой даже я не должен знать. Странно. На самом деле, может, попробуем к мэру сходить. Мэр-то точно должен знать, что происходит в его деревне, ребята. Так, давайте-ка проверим. Ого, тут жителей столпилось. Да что сегодня с вами происходит, ребята? Как-то подозрительно. Так, эй, эй, мэр, ты тут? Так, ребята, мэра здесь нигде нету. Как обычно, ребята, его нет на рабочем месте. Ладно, ребята, я, наверное, сейчас пойду к себе домой, потому что уж больно подозрительно эти все жители. Пойду-ка я на всякий случай, я не знаю, документы все в кучку соберу, а то мало ли бежать придется из этой деревни. И, ребятки, наверное, включу камеру, как только все более-менее станет понятно, потому что пока что я вообще ничего не понимаю. Какая-то полиция, какая-то машина грузовая, какие-то жители. Ладно, ребят, я пойду сначала помонтирую, потом уже пойду посплю, потому что уже, ребятки, вечереют, уже, так сказать, поздний вечерочек. Пойду, поэтому сейчас немножечко поработаю, ребятки, а потом пойду посплю. Включу камеру на завтрашний день. Господи. Чего? Чего? Не понял. Так, а камера включена? Ребят, я сейчас совсем ничего не понимаю. Я только что проснулся. Вы видите вообще, где я нахожусь сейчас? Я не в своей деревне. Я просто вчера забыл, ребята, включить камеру, да и, в принципе, говорил, что включу её именно на следующий день. Только что проснулся, ребята. Вчера поработал, лёг, как обычно, ближе к утру, ребята, просыпаюсь. Как бы сколько сейчас времени? Сейчас у нас, ребята, почти, почти 3 часа дня. Я только проснулся, как вы видите, и я где-то в непонятном месте. Подождите. Чего, 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 чего? Полицейский участок. Куча полиции. Все они с оружием. Так, ребята, знаете, я не уверен, что они очень доброжелательные, поэтому давайте открываем мой тайничок. Берём сразу всё необходимое мне оружие, ребята. Я чё-то вообще сейчас не понял, что я тут делаю. Так, попробуем, конечно, сначала с ними поговорить, но я вряд ли, думаю, они пойдут с нами на диалог. Давайте так вот выйдем аккуратненько. Эй, поли... Эй, ребята, чё я говорил, так, полицейские, отойдите, так, всё, стреляем по ним с пушек вот этих. Офигеть. Не понял, ребята, меня похитили, что ли, или что вообще тут происходит? Эй, полицейские! Чё происходит? Да куда ты бежишь? Отвали от меня! Слушайте, ребята, они какие-то очень странные. Они ещё какие-то и очень слабые. Вот это ещё полиция называется. Чё ты хочешь? Да хватит меня отбить, дурачок ты! Так, ребята, давайте вот так вот сразу по ним стрелим. Так-так-так-так, так-так-так, ля-ля-ля-ля, вот так вот, тададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададад Я очень быстро со всеми разобрался, и я вообще ничего не понимаю. Вчера, вы помните, ребята, вот буквально то, что вы видели в начале ролика, было очень много жителей, вот эта полиция, и я, кажется, понял, ребята, мой дом погрузили на вот ту большую вот штуку, которую я говорил, что вот, и мне говорили, что это государственная тайна. Меня, походу, ребята, сюда погрузили и просто увезли. Я не знаю, зачем это сделали и для чего, но, ребята, у меня есть большая и огромная идея. Раз они забрали мой дом, я, конечно, смогу вернуться, ребята, но я заберу и их дом в том числе. Сейчас, ребята, я просто войду в креатив, надеюсь, что у них тут нет никакой защиты. Давайте попробуем. Гамми-моди 1. Вот, ребята, а вот это называется еще полицейский участок, локация полицейского участка. Тут даже никакой защиты нет, просто, ребята, сейчас возьму динамит. Так, динамитик, динамитик, и просто, ребята, разными видами динамитов я это все сейчас просто здесь повзрываю. Так, вот это сюда, сюда, сюда. Все, ребятки, берем разные динамиты и просто сейчас все это дело будем взрывать. Поскольку, раз они со мной так, ребята, я тоже с ними таким же образом. Кидаем динамит Х-20, сразу так вот оп-оп-оп, на вертолет их сюда набрасываем, ребята. Динамит Х-100 тоже кидаем. Во-во-во-во, ребятки, получайте дряни такие. Вот, ребята, мне кажется, что это все справедливо. Раз они забрали мою локацию, как бы, для жизни, я заберу их полицейский участок. И мне все равно, что мне за это сделают, ребята, потому что я считаю, что они поступили не по закону, они поступили неправильно. Я ничего не нарушал, ребята. Я сейчас вернусь еще в деревню, постараюсь узнать, с чего бы, ребята, как вы понимаете, вообще забрали мой дом. Перевезли меня в какую-то, я не знаю, просто на другую вообще локацию какую-то, я не знаю вообще, что это, город или где я вообще нахожусь, или просто какая-то другая карта, что это, где, не понимаю, ребят. Пишите догадки, если что, в комментариях. Так, давайте все это дело закрепим сейчас динамитом Х-500. Главное, чтобы у меня сейчас не вылетел Майнкрафт. А также, ребятки, все это сейчас еще заполируем. Nuclear TNT, ребятки. Вот сюда мы сейчас кидаем Nuclear TNT, просто чтобы тут все разворотило, просто чтобы тут все разворотило. Так, 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 так. Посмотрим, ребятки, посмотрим. Во-во-во-во, радиация, чтобы здесь ни один человек, ребятки, не смог больше жить. Просто забрасываем, чтобы здесь никогда в жизни больше не было полицейского участка, ребята. Потому что я считаю, что полиция должна работать честно. И на благо граждан. А они просто-напросто, я не знаю, что они сделали вообще. Что они сделали, ребят? Они меня увезли в какую-то просто, ну, задницу откровенную. Я извиняюсь за такое выражение, но это действительно, ребята, просто какое-то уродское место, которое я вообще не знаю, где находится. Так, 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 все разворачиваем полностью. Вот это все, чтобы ни одного блока от этого вонючего полицейского участка не осталось. Так, отлично. Вот сюда забрасываем. И вот сюда в водичку, где-то эти фонтаны, ребята. Все уничтожаем за собой. Фух. Давайте еще вот на их автомобиле покидаем. Видимо, на вот этих вот машинах меня сюда и привезли, ребята. Все, здесь никто больше не будет жить, ребята. Все, забрасываем, забрасываем, забрасываем. Фух, постарался я, конечно, ребята, на славу. Надеюсь, что вам это видео понравилось, ребята. Хоть оно и мне вообще не понравилось, потому что мне как бы не особо нравится, когда мой дом куда-то перемещают. Хотя это и было в первый раз. Но тем не менее, ребята, я сейчас еще пойду, позвоню на горячую линию президента, и постараюсь с ним как бы пообщаться на эту тему. Вообще, скажу, а с чего это у Ли вообще? В курсе ли он? Или полиция просто какой-то троллинг решила меня замутить? Не знаю, ребята. Со мной такие шутки не прокатывают. Я просто сразу радикально, ребята, решаю все проблемы. В данном случае полностью все разворотил. Благо, в моем доме ничего особо важного не было, потому что его как бы тоже задело, ребята. Но ничего страшного. Сейчас буду вызывать сюда такси, возвращаться в свою деревню. Вообще, я хочу понять сначала, где я нахожусь. На этом, ребятки, у меня, как обычно, все. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, оставляйте свои, ребятки, комментарии. На этом у меня все. Всем удачи, спасибо за просмотр и пока, ребят.